Лодкой должен управлять лодочник, пыльцу собирать должна пчела, а на татами должны выходить мастера. Привет, крушащие бизоны! Вы на канале Мой Тай Сикея, а я Федорович. Покажу вам уникальный поединок, в котором однорукий мастер Айкидо сошелся в эпическом бою против бойца ММА. Лучше разбиться драгоценным камнем, чем уцелеть черепицей, подумал великий мастер Айкидо и решил принять участие в турнире по полноконтактным единоборствам. К сожалению, я не смог найти его имени, а этот боец достоин того, чтобы про него слагали легенды или хотя бы уважали, зная, кто совершил такой смелый и отчаянный поступок. Насколько наш мастер смелый или отчаян, решайте сами. Но несмотря на свой немолодой возраст и отсутствие левой руки, он принял участие в официальном турнире, на котором есть боковые судьи, рефери на татами и толпы зрителей. То есть это не между собойчик где-то в зале, а реальный турнир, а значит все дерутся до победы и в полный контакт. Даже несмотря на то, что по правилам запрещены удары кулаками в голову только ладошкой. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Конечно, мастерство познается в сравнении с бездарностью. И многие из вас могут сказать, что боец ММА, как грязный уш, непонятно с какого болота вылез. Он не может толком ударить ни ладошками, а этот удар тоже может быть довольно ощутим, ни ногами, которые выше пояса не поднимает. Не коленями, которые в клинче бьет как трехлетний пацан любимого папу, а в борьбе, которая у ММАшника должна быть на высшем уровне, полностью проигрывает одноруком у дедушки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но металл закаляется в огне, а боец в поединке. И, возможно, этот парень, ММА, просто еще неопытный журавель, который прилетел на турнир набраться опыта и стать орлом. Но на его пути встретился матерый волк. Несмотря на то, что у нашего мастера Айкидо ударная техника на нуле, он отлично переводит противника в партер, причем делает это постоянно. Но, видать, по правилам добивать нельзя, а делать болевые одной рукой очень проблематично. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Даже заяц может назвать себя тигром, но от этого зубы не появятся. Так же и у нас. Глядя на этот эпический бой, я никак не могу разглядеть от мастера Айкидо именно технику этого же Айкидо. Нет здесь ни захватов с заломами рук, ни полетов противника через себя, ни сальто после разгона и удара в грудь. Есть просто возня и борьба, которая больше подходит дзюдоистам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Конечно, для голодного желудка и травяной чай за радость. А для нашего мастера, несмотря ни на что, это тоже подвиг. Выйти на татаме официального турнира – это победа прежде всего над собой. Да и бой он тоже выиграл. Поэтому слава его зала точно разлетится на многие округи. А это новые ученики, которых можно привлечь к благому делу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пишите в комменты, как вам бой и мастер. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайк и делитесь видео с друзьями. Пускай также знают, что бывает и такое. А если вы хотите начать тренировки даже в домашних условиях или усилить свои, забирайте бесплатные видеокурсы в описании. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Лучшие приемы, техника ударовая, эффективная работа на мешках и лапах, самооборона на улице. Забирай бесплатные видеокурсы в описании под видео. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok